Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Будем очень надеяться, что будет он включен на чемпионат России по компьютерному спорту Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok к контратаку идет. Не даст он, кстати, третью базу сейчас поставить. У самого, кстати, третья база есть, так что по экономике он достаточно быстро здесь выровняется. А вот соперникам будут определенные проблемы. Три танка здесь наступления есть, но, в принципе, грамотый сплит может это все дело как-то порешать. Дропов нету, к сожалению, чтобы залететь на вражескую базу. Но есть преимущество в отдыхе по целого одного викинга. Что выливается преимущество по танчикам уже нет. Там были потери. И где-то минус 11 рабочих было. Я не увидел, где. Каким образом. Минус 12. Где-то КСМ-ки, короче, погибли. Причем у кого? У Мара. Не видел, где это было. Ляри с тем временем разваливается в атаке, но викинги облетают ее минусую третью базу. Вот, кстати, очень-очень долго очень-очень долго ставит Мара свою третью базу. В этот момент она и кунинга уже качает и качает уже на протяжении нескольких минут, то есть вырывая. Экономическое преимущество просто из рук нашего соперника, что выльется в большее количество войск уже где-то там в перспективе. Ну что ж, переключаемся на наш экран. Поздравляем Ляри с победой. GG успешно он, да, заблокировал просто третью базу. Соперник не дал ее поставить и уничтожил войско. И дальше Мара уже понял, что ситуация складывается явно не в его пользу. И, соответственно, дальше уже играть особого смысла нет. Хотя есть приверженцы играя... приверженцы до конца гейминга. Вот, но Мара, к сожалению или к счастью, таковым не относится. Ну что ж, ждем следующую карту. Ждем следующего сета. Будем надеяться на 2-0, потому что это довольно неплохой задел. Напомню, что каждая игра здесь имеет значение. Каждая игра будет приносить определенные очки, которые в дальнейшем будут влиять на турнирную сетку. Вот, и все-таки лучше выиграть 2-0, чем 1-1. Ставят у нас иконик Берлинград. У нас следующая карта. Давайте кинем Лабелинград. Мара тоже карту создал. Есть у нас любители просто первыми создавать, приглашать всех к себе. Вот, а потом долго бодаться. Ты ко мне заходи, нет, ты ко мне заходи. Вот, и так далее. Вот, ну, мы надеемся. А, ну ладно, все-таки. Все-таки на Попятную пошли мы, и мы зайдем в чужую игру. Чувствую, чтобы зналоби, ответственно, мы оттуда выйдем, конечно, через нашу спину. И запрыгиваем через Лабелинград. Лабелинград с геймсчертом. Все нормально, все чутенько. Семьи встилем выставляем. Выставляем кусочку. К сожалению, нету ТВД логухи. Вот. И мы нужны. И нам придется выставлять что-нибудь такое. Так, готов ли у нас Мару? Давайте мы узнаем. Прочти Мару почти как Мару. У нас получается. Я готов, если что. Итак, начинается у нас старость от кланвара 7Х против ТВД. У нас 7Х Лярис Фриз. Он же 7Х Рекунинг против ТВД Мару. Счет у нас 1-0 пока что в пользу команды 7Х. И надеемся, что это преимущество будет только нарастать с последующими сетами. Поехали. Карта Берлинград. Снизу у нас появляется Мару. И сразу же, сразу же поехала КСМ куда-то там в далекие дали. Ставить какие-то гнусные прокси. Рекунинг у нас играет дефолтно. Ставляет соплайку дома. Да, вторая соплайка, это будет стопудовая прокси. У меня даже не соплайка поехала ставить. Соплайка дома ставится. Это будет какие-то прокси барати. Причем совсем прокси. Совсем барати. Мы уже видели, кстати, что от подобных фишек Рекунинг у нас страдал на предыдущих кланварах. В частности, по-моему, в прошлом кланваре, он чуть ли не первая была его проигранная карта. В общем-то, не частное, мы, скажем так, и поражение их не увидим. Но вот оно и случалось. Ну и ТВ-Т довольно такой матча. Главное разведать это все делаю. Кстати, в разведку у нас Рекунинг пока что не едет. Вот, соответственно. Да, подъезжает еще КСНК. Тут три барака, ни хрена себе. Просто, блин, олын во все поля. Понимать, что ТВ-ТРА. Ну, против ГМЛа играть довольно тяжело. У Рекунинга сейчас 5300-5400 примерно. Он практически уперся в ММАК-кап. Вот, насколько я помню. Вот. Ну, а наш соперник уступает на эти самые ММР. 5К ММР у него, я посмотрел, перед матчем было. Да, тут прокси рипер делается. Еще два барака дома. Один барак у Рекунинга. И, походу, что он будет сейчас факту ставить. Очень поздняя разведка, если в итоге получается. Да, два барака, три барака и прокси риперы, короче. Да, здесь факт там пошел. Ну, успеет ли она к тому моменту, когда будут там риперы подкапливаться? Потому что, в принципе, один циклон может довольно неплохо от риперов отбиваться. Бронированный юнитом с подчинками всеми делами, наверное. Вот. Я не эксперт ТВ-ТРА, пускай тираны в чате меня поправят на этот случай, если что. Но, мне кажется, что циклон неплохо отбивает это дело. Тоже первые риперы. КСМ-ка так не поехала. Разведка будет только первым рипером, засчитается. И просит паузу. Что у нас для Алис. Надеюсь, что они лаги не хотят. Это довольно печально, на самом деле, бывает. Вообще, сейчас из России с доступом к батлнету в целом проблем нет. Но некоторые игроки жалуются на лаги, на высокий пинг, до гнетовских серверов иногда. Надеемся, что это не из тех случаев. Да, масса сейчас продуцируется риператор факта, но вопрос в том, что рипертор здесь уже практически готовы. Я не очень быстро прибегу, то здесь на базу начну все крушить, а циклон вылезет еще не скоро. Или если это будет гелик первый, то печаль будет тогда, мне кажется. Ну ладно, посмотрим и надеюсь, что у Ляриса есть все-таки определенный опыт отбития под умных алленов. Наверное, скажем так, не слишком они редки на ладаре, насколько я знаю. Но в этом матче, потому что люди темно матча потом ненавидят. Да, рипер уже понимает, что что-то здесь явно не так. Вот видишь, что нету цехи, видишь, что нету ничего вот здесь. Вот я, соответственно, понимаю, что это параксия. Он быстро бежит назад, тут уже риперы первые прискакали с КСМК отбывает с Риконин. Одного рипера минусует, есть хорош. Второго, второго рипера почти забрал. Втерял, к сожалению, сейчас своего. Гранатов. КСМК удачно подпилили, вышел первый гелик, начинает зажигать риперов. И в целом неплохо отбивается из Риконинг. Рипера живы, собственно. Гелик нажигает. Вот, КСМК танкует. Ой, минус гелик. А вот риперы сейчас отхиляются. Довольно неприятно. Нечем дамат наносить. Есть один рипер. Минус два рипера делает хорош. Походу, эта игра не будет слишком долговой. По крайней мере, очень сильно надеюсь. 20 на 17, принципы преимущества. Вот, сейчас даже на стороне Риконинга у нас по КСМКам. Вот, и тут нужно грамотно грамотно обороняться, пресекать вот эти запрыжки. Второй гелик выскакивает. КСМК минусуется. Но сейчас это не главная, а главная боль. Нужно просто вот эти места запрыгивания и как-то бронять. Тут просто полный олын с трех бараков, не переставая, чтобы это рипер. Потому что ЦСМК успел их у нас достроить. Делаются риперы, делики, делики. В принципе, вот в этой позиции. Очень неплохо можно вот такой зал дать прямо по пачке риперов. Хорош. Сразу все риперы продамаженные. GG, пишет Мара, и счет становится 2-0. Поздравляем Риконинга с победой. Достаточно быстро прошел этот ЦС. Понял, что контроль, к сожалению, здесь у Мару абсолютно не такой, как у Мару. У Мару абсолютно не такой, как у Мару. Вот, и в итоге очень быстро этот ЦС заканчивается, и счет уходит в пользу команды Семикс. 2-0, GG. Ну что ж, а мы переходим к следующему сету. У нас будет играть Семикс Карма Прайм против Мара Джаггернаута. И выбор карты за нашим соперником первым. Так уж и быть, раз уж они первые пикали, почему бы и нет. Next Mark. Давайте спросим, какая будет карта следующая. Давайте посмотрим Джаггернаут. Профиль. 4-858. Это Протас у нас. Будет ТВП сегодня. Вот. Ну а третий сет у нас будет с Орех. Это... Зерк, насколько я понимаю. 4-500 зерк. Да. Потолбой, тебе повезло. Фотолбой, кстати, у нас только-только сейчас работы где-то выбегает. Так. На все эти случаи надо предупредить наших соперников, что... На все эти случаи надо предупредить наших соперников, что возможно, как-то последний сет может задержаться. Да, Хардвайр, Блэкберн, Прайдов, Алтарис, Блэстн Тэш и Курриус Майндс. Окей, Джаггернаут у нас выбирают Курриус Майндс. Давайте мы его сейчас создадим. Так, это у нас пытливые умы в русской версии, да, 8-м с кем-чертом слепом. Кидаем лаберинку. Делать себя с зрителем, приглашаем. Корма Прайм сам заходит. Просто открывается из приглашения, так же как как Джаггернаут. Хотя, почему без? Я же уже всех пригласил. Ну что ж, давайте идем. Да, все, гоу-гоу-гоу. Поехали. Итак, начинается третий сет кланвара Симикс против Тим ТВДЛ. У нас Симикс Карма Прайм. Терен будет играть ТВП против ТВД Джаггернаута на карте Курриус Майндс. Оно же пытливые умы. Счет у нас 2-0 в пользу команды Симикс. Фаталбой говорит, что будет минут через 20 примерно. Ну, я думаю, что Карма Прайм у нас вполне способен сыграть в макро, тем более против протасек. Вот, два этих сета. Вспоминаем мы его великолепнейшие сеты в прошлом кланваре и в позапрошлом кланваре. Вот, отличные макроигры. Там почти получасовые. Очень-очень интересные. Кто пропустил, посмотрите обязательно на нашем YouTube-канале. YouTube.com YouTube.com Слэш Симикс Тим You can See what's of our team At this chimney Welcome Guys Наши англоязычных товарищей приглашают. Теперь у нас сейчас нас кинут. Прихожат болеть за свою команду. Ну, мало ли, вдруг вам будет интересно. Вот, едет у нас пробочка на разведку Джаггернаута. Кормопрайм хитро отправляет КСМ-ку в обход. Не дает ее все пересечь и запалить. Ну, и немножко напрягает нервы своему сопернику, что, мол, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг там какие-то хитрости. Вот, но хитрость заключается в том, что просто он, как и нынче, модно ставит инженерку. Вот, на месте постройки вражеского Nexis. Говорится, про геймер так делают. Ну, не все, на самом деле. И не всегда, но, в целом, что-то говорят, выгодно. Приезжает пробка, смотри, что происходит. Можно газ пробовать заварить. В первом Старкрафте там был архиважный момент, насколько я не помню, в Бродваре. Вот, если пробка приехала и заварила тебе газ, то дальше, как бы, приходит Зилка по КД. И отбиться там термо очень сложно. Джитернаут просто не стал выбивать этого инженерка. Он просто поставил второй Nexis на месте третьего. То есть, будет, возможно, расчет нам быстрее 3 Nexis. Вопрос, он разведал ли это кормопрайм? Нет, он не разведал. Пока что просто СМК своей катается, чекает раз. А потом поедет вот сюда, да, увидит он этот Nexis, все будет здесь в порядке. Ну, и, соответственно, видит прекрасно все, что происходит у нашего соперника на базе. ТЦ-шку строит, кстати сказать, он наверху. Сейфово, аккуратно. Он понимает, в принципе, свое определенное преимущество сейчас в этой ситуации. Будем надеяться, что кормут мы тоже увидим на чемпионате России по компьютерному спорту. Уже 30-го, 30-го апреля. Вот, стартует групповый этап. Должны вот буквально там завтра, послезавтра быть известны составы участников игру. Жеребьевка тоже должна быть проводиться. Надеюсь, что все дело смогут просто посмотреть. Может даже застримить. Будет это где-то там во ВКонтакте, как всегда, на странице группы ПКС. Будем надеяться, что никаких проблем ни у кого больше не возникнет. Кстати, стало известно, что Ваня не будет участвовать в этом году. Отказался он под участие в чемпионате России по компьютерному спорту в пользу какого-то иностранного турнира. Хотя, на мой личный взгляд, было у него смысл все-таки отказаться от иностранного турнира в пользу чемпионата России. Почему? Потому что, ну, Фримания. Я не думаю, что там будут прям у него мега-соперники какие-то в отсутствии Скилоуса. Были велики весьма шансы на первое место. Хотя тут еще много отпасем, зависит от сетки дальнейшей. Вот. Ну ладно, оставим это все на совести самих участников, а также тех, кому чему региону он принадлежал. Ну, жалко, конечно, Хавака, который его подписал. Ну, что ж, поделать. Кстати, еще один слот свободен. Можно принять какой-нибудь разрядник в Томскую область. Вот, наверное, у нас самый стабильный сейчас регион в том плане, что... Там все всегда делается четко. Безо всяких проблем в плане того, что какая-то федерация чего-то не делает. Как, а пока у нас Майков понастроил, будет кушаться стимпаком с щитами. Видели мы, делал похожую стратегию на предыдущий клан Лави. Ну, как раз таки довольно удачно он ее исполнял. Стоп, исполнял, по-моему, против кого-то другого. Здорово, фанат он Джимоб. Пойдет, можем потом на Раска поиграть. Ну, наверное, сильно потом. Напомню, что у нас 120 секунд за... Ой-ой-ой-ой, Дарк пошел, пошел Зератул нарубать здесь. Скан есть, сканы нету, походу, смотрите, страдают. А тут дроп Дарков, да. Скан будет один, и тот через секунду, через 10. В итоге страдает карма, все, он вложился в Мулов. Вот, Дарков сильно достаточно сейчас пострадает. Тем временем, рекол домой. Нужно копить ману до выхода. Дарк тут срезал мародера и довольно сильно прогрегел ряды. Вот, ну и здесь, в принципе, отбиться. Ну, батареек, кстати, сказать нет, но будет архон целый. Под стимпаком врывается. Сейчас минусует батареек карма прайм. Вот, но, к сожалению, нету скана, блин. В итоге Дарки просто отбывали весь пуш, можно было призм попробовать поджать. Нет, не получится, ну ладно. Жаль. Провалился пуш, к сожалению, довольно нечастая стратегия в ТВП. По-моему, с тех пор, как у нас Крендель ушел в инактив. Вот, мы как-то ее не особо часто видим. Дарков у нас перестали играть. И, ребята, да, вроде бы были там у нас. Кто-то же у нас был, не Fatal Boy, в общем, кто-то у нас был. Вот тоже, кого Крендель натренивал на эту стратегию. Вот, ну, а ЕВ, по-моему. Ну, в общем, в инактиве у нас те ребята, кто ее любил исполнять. А остальные соперники, в основном, больше Stargame играли. Ох, тут дроп Архонтов переходит, минус КСМ, как почти, которая. До одного ХП выиграла, бедняга. Вот, которая должна была туреткой достраивать. Дропается Архонт, и куда-то не туда жарит. Но все-таки туретка достраивается практически. Будет сейчас готово, и тут уже так особо не полетаешь. Да, правда, здесь преимущество определенное получает. Как по экономике, так и по игровой инициативе. Здесь у нас третий Нексус выставляется на месте Рентурала. Там уж какие-то имотлы бродят, куда-то заблудшие. Ну, в целом, да. Куш, конечно, не удался, который вкладывался в МАЗ карма. То есть, если бы там был Oracle, вот, и в целом открытие через, там, Stargate или Blink, как это обычно по дефолту бывает, КВП. Вот, я, правда, не особый эксперт по матчапу. Так что, пускай меня там терраны протасы в чате поправят на этот вопрос. Вот, ну, обычно как-то играет вот эта тема. Дарки, дарки не частые гости, особенно в последнем месте. Ну, и в итоге, вот, как раз карма от этого пострадал. Видите, ЦС пока что здесь не пахнет. Судя по всему, будет он пытаться дальше давить. С плюс один уже на атаку. Пехоты много. Сканы есть, если что. А, нет, вот, на третий ЦС что-то поставится. Ну, тут уже, на самом деле, пробиться будет сложновато. Вот, я думаю. Надо все-таки пытаться, может, макро перегори как-то на дробках поразводить своего соперника. Ну, а у него это очень неплохо удавалось. Ну, в последнее время он по разным причинам не так много игровой практики у нашего террана. Поэтому таких вот прям чудес микроконтроля боишь, ждать от него не придется. Один будет интересен, но маловато. Мне кажется, у Тархонтов довольно много, а у ТПС и у кармы как-то не очень. Оставляется стенка из Саплайв грамотно, абсолютно ход. Упер Саплайв все равно нужно. Вот так неплохо они здесь помогут защитить бункер. Есть форсфилды, кстати, очень неприятные. Да, вот они китайцы, но тут они скорее наполитерные будут. Неплохо, как ДПС, ну, ой, там вновь арт-зилтов наверх был. Ну, это Джи-Джи, да. Так же без Джи-Джи покидает карма сейчас эту карту. Ну, понятно было, что просто разбили его здесь. Соперник, кстати, у нас сколько там было, я не помню. Например, сопоставим, 4 800 там, по-моему, было. Ну, ну, то есть сопоставимый сейчас по Бомару соперники, учитывающий на актив. Так вот, Джи-Джи, да. Джи-Джи, да. Так, карман на следующую карту выбирает. Так, у нас остались, ставьте скоперимые сообщения. Так, Харда Аэроновый нас выбирает. Давайте мы его создадим. Работка. Русская версия. Возвращаясь, кстати, к вопросу от нашего чата, ну, в масках, наверное, не сегодня точно. Вот, я не думаю, что сегодня я буду играть, хотя, чёрт его знает, может быть, потыкаю, чисто ради интереса. Но, в целом, я чувствую себя после Лана очень уставшим. Вот, так что, не факт, что я буду тейтен играть в ближайшие дни. Вот, мне вы, кстати, стримить 30-го числа, как раз я аж комментатор чемпионата России на пару с Серафимой. Ну, будем всё это дело обозревать. Пока главная интрига, кто же всё-таки будет участвовать, потому что списков до сих пор нет ни по Старкрафту, ни по Тейкину. Ну, а у нас начинается следующий сет. На карте Hardwire, а нас проводка. 7x Karma Prime против TVD Geydernaut. Поехали у нас, ТВП. Счёт пока что 2-1. В пользу команды 7x. Ну, что ж, поехали. Не буду делать никаких ставок по поводу билллов от нашего игрока. Дарки, в принципе, влетели довольно плохо. Ага, сразу же стеночку выставляют. У нас же Дернал как-то разведки рипера. Ну, то есть, довольно-таки неприятные карты для Терана. Где можно вот так вот застроиться. Ну, вот и пойти там во что-нибудь. Уничтожили робота просто. Закликов его до смерти. Вот так и может просто тык-тык-тык-тык-тык-тык. До него сделать много кликов, он лопается. Точно так же можно сделать клики на собачку, по-то же поводу. То, что не все знали. Вот. Но прогеймеры предпочитают эти... Даже малейшие препятствия на собачь и ликвидируют. Потому что могут они иногда помешать там поставить, например, что-нибудь. Какое-нибудь важное здание по таймингу. Там 0,07 секунды. Ты пролюбил и всё. Считай, игра проиграна. Удим-допробовую. Ну, ладно, я утрирую, конечно. Ну, бывает, наверное. Ох, пересеклись просто с пробкой с КСМК. Но тут тоже карма паза у... Опять достаточно поздно КСМК отправила. Во-вторых, он дал понять, в принципе, что... Не будет ставить инженерку на месте Нексуса. Как-то не принесло этой массу, блоге, виден. То есть, думал, там взбить тайминг в итоге. И запушится соперник. Вот один тот просто Нексус на третий базе поставил. В целом, если бы не дарки, если бы я говорю, что он играл бы там в стандартный блинг, там, например, или ещё чего-нибудь вроде этого, то там и пусть вполне мог удастся. Ну, а что у нас в итоге изберёт корма правильно на эту игру мы посмотрим. Настраивается стеночка, джидернала поставится вторая газилка, зажигается Нексус. Всё пока что по стандарту, по чёточкам. По чёточкам, по чесночку и морковке. Некоторые любят его с него, и там, и фуан там, по чесноку, по чесноку лочку и морковки, говорю. Ничего. Ферма разведал третью базу, прокси не нашёл, но и в итоге бежит на мейнг своему сопернику. Будет довольно удобно, да, да, то есть, лайк, главное, главное, бэдгетвей, чтобы здесь не случилось, чтобы не сюда вот юнит не вышел. О, такой тоже иногда бывает. Да, видит адепта, пытается сейчас запрыгнуть, но здесь стеночка, к зажению не даст. Эээ, это никак. А вот сюда не запрыгнуешь, что ли? Нельзя, походу. И твайлайт там выставляется. Но, кстати, сейчас карма вполне может залететь от твайлайт наружу, стадеп, тем более, пошёл гулять. Вот тут есть первый сталкер. Не стал разведать карму, но там всё более-менее стада. Прямо вас, играя вот такой билд Джетернаут в предыдущей игре Ну, карма все бы было Намного-намного веселее, чем он оказался В итоге Как бы контрбилд никто не отменял Понятное дело А у нас карма играет примерно То же самое, что и в прошлый раз Походу с плюс один на серии Ну что ж, и это неплохо Есть шанс, мне кажется Ворваться Озвучка Дива, кстати, у него Из Альтервочи Тут должна где-то выйти бета второго Овервочи, насколько я помню О, да, палит Твайлайт, палит норматикс И прекрасно понимает, во что соперник играет Начни представлять, что там не будет никаких Дарков уже точно, абсолютно Цепереев, уж вполне может Удастся Так вот, должна по идее здесь Где-то выходить бета второго Овервочи Я так пару видосов посмотрел Наших зарубежных товарищей Че там, ну не знаю Оно не выглядит абсолютно Как вторая часть игры Это просто как Тупо DLC к первому Овервочи Чем он там отличается Я, честно сказать, не очень понял Мы сделали 5 на 5 вместо 6 на 6 Вот, я надеюсь варим На эту тему как-то более подробно Разъяснить У нас большой фанат Овервочи Наверное, самый большой фанат Поиграл в нашей команде Хотя помни, что когда Овервочи только вышел У нас ребята активно У него рубились В свое время Вот, мы чуть ли не всем Клавом тогда играли Там, у нас 5 или 6 человек Было из нашей команды И вот такую команду Собирали и шли там Все гранить Ну, помню, тогда Кренгена в качестве флагмана На райных артик Ну, и я там, по-моему На тень яйца Тоже неплохо подзажигал Вот, а потом меня Забанили за посылание Игроков в войс-чате Вот, и в итоге Я забил на эту помойку Потому что, ну, реально Блин, это пипец Когда у тебя 4 или 5 золотых медалей На саппорте Вот, и вы сливаете в говно Ну, потому что у тебя команда раков Я понял, что командные игры Это точно не мое салют Наверное, это было лучше Потому что, ну, там хреном забанено Ну, может, во вторую часть Ради интереса Потыкаю, если мне кто-нибудь Ключик подгонит Ну, а так вряд ли я буду Покупать ее точно не буду Ну, что ж, выходит у нас Кормопрайм Тут с местных автозаков Подвезли и пластиковые щиты Вот, врывается Они просто начинают молотить Процесс Процесс уже есть Блинка Просто не дается Минус-минус-минус Минус-сталтер Минус-сталтер Четыре-сталтера Почти, да, четыре есть Конказов нет А вот еще вторые Наших бракмарков Приедели И протос просто Все это дело разобрал Довольно неплохо Даже не знаю, о чем здесь Была конкретно проблема Вроде и третий Нексус у протоса есть И войск он на варп Все успел Контроль Не то, чтобы там был Крам царственный Но в целом Стратегия Корма, к сожалению Потерпела здесь фиаско Пускай, наверное, более опытный Терр на меня поправит Что есть, нужно было Поправить в этом билде Вот, либо приходить Позже с большими силами Контроль Как получше Что-то знает В итоге Да, бунтер не съесть Бунтер держит оборону КСНК его чинят Вот, ну и протос Здесь бушит в ответ Кстати сказать Довольно быстро В итоге у нас игра Походу получается Подсказывает Что-то здесь может закончиться Вот мы будем найти Что корма отобьется И все-таки у нас Два периода более-менее Макро 4 Как он сам был Двину Ну и ее из блинком Просто Все сталкеры красные Практически Но очень хорошая Микро демонстрирует наш соперник Вот за что ему Конечно же Респект Тут мина Кстати поджидает Бубунцы Если что Ну Видит И прекрасно Обс Скана нету Имеет кстати Смысл Иногда Вот так вот Скан кинуть На Что Чтобы Убить Ну Корма Сейчас Немножко Ни тем Занят Проблема Во лбу Второго Бунтера Нету Поддержка Перпот Глыша В аюте Довольно Многим Бародер Сейчас Делается Ой 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 Ушик См Топа Демидус Бунтер Случился Начинается Замес Не хватает Пепот Не хватает ДПС Потому что Блинки Неплохо Контролит Соперника Боюсь Что это Нет Все таки Отгоняет Отгоняет Корма Добивает Даже Сталкеров Здесь Который Раз Под Кайдэ Ушел Но Нету К сожалению Пила И Джи Джи Кажет Корма Сейчас Становится 0-2 В этом Сете И 2-2 В общем В этом Кланваре Ну что Ждем Четвертый Сет Ждем Фоталбой Теперь Все В его Руках Довольно Неплохо Ему Повезло По матчапу У него Соперник Попался Зерк Как раз Кляну То Что Он Хотел Видеть Будем Надеяться Что Все таки Еще Есть Порх 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 Но Его Самого Пока Что Нету Будет Минут Через 20 Писал Как раз Минут 20 Назад Он Собственно Это Писал То Вот Вот Оставайтесь С нами Ребята Не Переключайтесь Вот Турнамент Это Капрула Тим Лига Я Секунд Девизон Секью Марко Команда Братит Не работает У нас К сожалению Потому Что Ну Собственно Это Мой Личный Канал Вот И Это Все так Не Какой То Особой Турни Да Да Написал Я в чат То Что Потолбой Придет Примерно 5-10 Минут Я пока Отлучусь Буквально Ненадолго Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Ага Так Ну что ж Пришел Потолбой Ребят Потолбой Здесь Кик Карты Остались Сейчас Я скажу Так У нас Была Карта Blackburn Про Это Валтарис Шасов И Шасов Что-то Там Шасов Дринс Я все время хочу сказать Так Я шас Блистеринь Блистеринь Крэш Нет Блистеринс Сенс Были такие Была такая Карта Аэш Все я не помню Как она называется Да Про этот Алтарис Убирает У нас Фотолбой Любит он Эту Карту Кроме Него Ее Практически Никто Вклоне Не Любит Горда Салтарис Всячески По крайней Мере Стараются Избегать Кидаем Любилинку Да я бы На самом деле Не рассчитывал То что там Будет Прямо Такой Уж 4500 Соперник Просто Потому что Не всегда Это Соответствует Действительности Да Сагет Здесь А нет Не здесь Я его просто Заинвайс Отлично Рис 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 Согн Спрошу я готов ли их игрок Я смотрю у него АФК сейчас стоит Надеюсь что дело АВС не уйдет Закончится победа наша команда Что на сайте у Фотолбоя сейчас по статистике 4671 то есть примерно схожий показатель Что-то Тарасом у него ПВЗ 61% Как раз таки против термо 41,31,37 против против Это лучше матча получается Что не может меня радовать Давайте прописареса глянем В близком к понижению с терр 3 выше лидер Что-то по Расам у него Кстати ЗВП 45% ЗВЗ совсем печальный Надо было Евгена выпускать на него В этом случае Так Макс мастер спасибо за фоллоу нашего канала Но мачки стрим Ну что ж у нас начинается четвертый сет клан Вара Симикс Против ТВД У нас Симикс Фаттл Б Будет играть ПВЗ Наконец-то Кизерк Против ТВД Сареса Счет у нас 2-2 Пока что ничья По итогам первого сета Симикс Рикунинг Он же Симикс Лярис Фрис Выиграл Соперников ТВТ Со счетом 2-0 И к сожалению Во втором сети Симикс Карма Прай Проиграл Шидернаут В ТВП Со счетом также 0-2 Ну что ж И пришел черед фаттл Б Давненько мы его не видели Не попадал Не попадал в заявку на клан Вар По разным причинам То был не готов То находились более Сильные кандидаты На этот счет Более находящий В лучшей форме Плюс как бы работа Пождаю знать свое Довольно поздно К сожалению Заканчивать Не всегда есть возможности Ухота Время поиграть В 9 часов В 10 часов В этом плане Мы было удобнее В отличие от других Наши команды Транбольные Ранее Тем более удобно Ну что ж У нас вставляется Дитвы отца Фаттл Боя В хату Вставляется Орес Че без газа Пока что По стандарту Играют Убыль Не боится Фаттл Боя Соперник Солют У нас фаржа И фаттл Боя Походу Пришел поиграть Наследие Крендель Или боится Для нас По полоской Второй вероятнее Может быть Все таки У нас Страты От Кренделя Подъехали Да Потомки Ребят Срывается 6 рабочих Кстати Грамот Срывает Сколько надо Вот Ну тут За пилонию У нее есть Пробка Затыкается Ха-ха И за Фаттл Боя Кажись У нас Грядет Ребят Вставляется Фаттл Боя На самом деле На последних КП Вот эти Дроны Дыгрызут Нет Не отменяй Это В Толбе Выиграет Несколько Секунд Дроны Да Он будет Бить Фаттл Боя Фаттл Боя Доделать Несколько Сдробов Сберет Освободит Кстати Пробку В случае Убийства Это Пилон Чего Кстати Делать Не стоит На самом деле Страна Сагас Потратил Есть Дождет Дождет Дождат Сквены Только Слингами Напасть Вау В общем Паника Паника Встанет Нашего Оппонента Будет Будет Пилон Пилон Выбивать Вот Здесь Так Плеткой Но Тут Есть Еще Один Пилон Который Получился Пилон 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 Минус А Вот Они Хату Просто Принудительным Огнем Да Фикс С этим Пилоном А Еще Неправильно Закопался Правильно Написал Потом Будет 3,14 Сдаем На этой карте Хорошая карта Любим мы ее Да Убивается Пилон Вот Как бы С этого Немного Знаете Немножко Знала Там Будет Без Пробка Здесь У нас Вынуждены Гулять Оставаться Вот Ну И Узер Ситуация На самом Довольно Толба Избыт Крамов На основной Базе Ну Ни нахуй Устал Опа Поставить То есть Действительно Потеряется Что не может Не радовать Мое Зерковское Сердечко Ну А у Толба В целом Все Хорошо То есть Он Убил Хату Самое Главное Поздный Соперник Другую Хату Поставил Убил Некоторое Количество Дронов Что С этим 25 На 25 Но Здесь Нет Хата До Сих 4 Фатонки Единственное Да Можно Был Наверное Одну Фатонку Лишнее Не ставить Зато Определенный Гемор Это Дело Создает Ну И Стандартные Грелки То есть Был Ослаблен И Пуш Квинами То есть Томата Примерно И Получилось То есть Грелку Тебя Меньше Ну И Пуш Приходит Позже Там Как Это Был Спинами С Караптерами Че Тов Пробитие Войду В целом Те же Яйца Ту Коп Те же Самое Войду Здорово Сосиска Привет Привет Как Ты Там На Некоми Тебя Не Видели Привет Джонку Ах Вбирает Вбирает Спилон Поздно Догадался До этого Сорекса Вот И Потом Ничего Здесь Не дадут Кроме Как Разведку Видите Когда Все Соперни Поставили Минут Сой Северлорда Довольно Неприятно В этой Ситуации Когда Зарг Излишне Потратился На Барону И Отбитие Кэнон Раша Плюс Еще Хату Потерял Тут Ему Вовер Лопаются Тоже Как Получается Пробка Гуляет Пробка Разведка Дома Сделается Плюс Один Делается Технология С одного Диета Все Это Дело Остается Отчаян Делается ЛР Что Он По Юнитам Кстати Пока Что Канам Укачает Наш На Первый Убирает Наконец Эти Фотон К Пятой Минуте Уже Чувствую Практически Ну а Фотал Бэд Добавляет Гип Сейчас Клипотя Ставит Толбой Тут По Собаке Дежурит То есть В случае Чего Они Это Дело Запалят Сам Третью Хату Почти Достроил Че У нас Поэкономить Кстати Цена У них Просто Спереди Получается Залетает Может Неплохо На разогреве Было бы Попробовать Верлота Побрить Но Все Так Кирилку Не терять Гораздо Более Ценно Я считаю Дрон Приехал Куда Че Квины Кстати Теперь Не могут Лечить Вне Крипа Соответственно Нужно Либо Верлота Тащить Либо Какую То Про Психату Ставить Перед Атак От Призма И Видят Это Кстати Соперня Будет Час Пытаться Фокусить Призму Возможно Тут С Куча Злота Второго Сразу За Так Квина Минус Треклина Очень Быстро Еще Квина Подходит Но Тут Ловить Абсолютно Еще Зилка Сейчас Получат Плюс Один То есть Там И Собаки Не Устоят На самом Верлота Зато Есть Такие Замечательные Юниты Роучи Которых Очень Хорошо Помогает Разогретая Грелка Ну По Моему Это Джи Джи Зерга Большое Подожрение У нас Закон Раш Зилка Золота Хороший Грелка Еще Остался Будет Добивать Эверлордов Это Да То есть Зерга Не отобьется 3-2 Ну что ж Поздравляем С Фотолбоя С Победой В первой Сете Хорош Просто На лопатки Положил Соперник Своего Забирает Очку Пули Нашего Команды И Выходит Подавать На Матч Пойнт Будем Надеяться Что Бойдется Здесь Без Из Матч Если Что А Мне кажется Там по-моему Соперники должны были создавать карту взаимно сосиска напомнишь нас две минуты задержите если что сейчас общаться не очень не очень удобно но сообщение я прекрасно вижу и их читаю так у нас теперь совет будет выбирать карту и надеюсь соперники будут машни то что по идее не должны были карту вроде как первыми выбирать но по правилам мы находимся с правой стороны соответственно наш карта должно быть первых первых двух сетов просто был неправильно вот а там принципе и выбор карт был такой что не особо принципиально это было вот так что я думаю что бутылку никто не полезет надеюсь по крайней мере сильно на этом и у нас карта остались кстати так так у нас остались байкберн и ашес а Ну я надеюсь, что все будет хорошо на самом деле Да вроде нет А, BlackBurn, все, окей, поехали Так, приглашаем в игру Фоталбоя, Сагер запрытивает А, BlackBurn, все, окей Ну что ж, у нас начинается следующий сет кланвара 7х против ТВД У нас 7х Фоталбоя будет играть ПВЗ против ТВД с Ореха на карте BlackBurn Счет у нас 3-2 и это матчпоинт для нашей команды То есть в случае победы кланвар заканчивается с насчетом 4-2 В случае поражения Вот, у нас будет еще эйс матч Надеюсь, что рекунинг пока что не ушел спать А если у нас, кстати, остался этот Эшес Блин Не помню, короче, Эшесес называется Вот, опять походу тут 12 пул за мы А, нет, нормально Все, казалось, что там ничего не строится у него Нормально все И, кстати, эта карта очень неприятная для Зерга То есть, причем уж сам он ее пикнул из двух оставшихся Не знаю почему Мне всегда казалось, что BlackBurn это абсолютно не Зерга-вская карта Что здесь протосу прям комфортно и вальяжно Также как и Терма В общем-то, в любой раз здесь неплох, наверное, кроме Зерга Потому что, ну, вот эти вот расстояния с теми постоянными замедлениями Ну, это такое себе Плюс еще вот эта часть карты Ну, тоже Куча узких проходов, блин, камни всякие Блин, нет За Зергу на ней явно тяжело Может быть, я и что-то не понимаю в современном Старкрафте Но Я, как Зерг, тоже и не люблю Хотя и не вычеркиваю Просто, в принципе, стал, что нужно было играть на всех картах уметь Ставится пол хата Пока что все стандартно От соперника Фоталбой не запотанивает Решил таки пожалеть Ну и плюс карты, как бы, не располагает по тонкам, на самом деле Просто пораньше Nexus и выходим в экономику Пробочка калит Калит минералы Дает сопернику спокойно добывать Патрулья здесь Чекает, нет ли раннего Рачварина какого-нибудь Или Еще какие-то хитрые слова Убил Водиллэйра там И с раму Ну, это, кстати, тоже на этой карте Весьма хреново работает Потому что эти зоны замедления Не дают улететь нормально Именно И слетать очень неудобно С этой стороны Особенно противноземных юнитов Не дают никакого преимущества Наоборот Тебя Не дает нормально смотаться Ну что ж, чекать не выгодят Для собаки Пока еще стандартно Две собачки делается И дальше просто Моздроны, Ковене И в целом тоже Раскачка экономики происходит 20 лет нашей команде Кстати, в этом году Исполняется Если кто-то в конкурсе Огромный срок Некоторые игроки в 100 крат Младших Почему, вроде как-то не самая Новобранца Боб не он словит И будет выходить Я думаю В Еще одну кренеру Линделевскую страту Главное только лингов Не пустить к себе сюда Все нормально будет Да Талтер проходит Талтер дежурит Логотип Берсертера Лидии Кстати, именно Плагином мы сейчас С логотипами пользуемся Но он тоже не обновлялся На самом деле 100 лет Вот Я так понял Что команда вообще Подзабили на эту всю тему Точнее командные лидии Что довольно печально Потому что Той же ТДВ Получается Нету просто Своего логотипа Здесь в этом плагине Вот Что Довольно обидно Может быть Доделывает Саму Да И вот оно Это знание Про которое Я говорил Как раз То что Есть такие Тринделевские страты У нас Фотолбой Исполняет Очень много Они с ним Своего Играли 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 Фотолб Тоже На социнке К этому Некогда Топовому Игроку Наша Команда Да Я думаю Что И в текущем Состоянии В принципе Он может Дать Покойно Прикурить Кому Угодно Играет Сейчас В целом И если Играет Большой Пампается В целом Я думаю Что Повесил Свою Бутсу Нагло К сожалению Может быть Когда Майкрософт Купит Близзард И выпустит Starcraft 3 Мы Увидим Возвращение Как у многих Алдов Starcraft 2 Вот Хотя бы Кратковременно Был бы Интересно Конечно Ну что У нас тут Летит Дроп Раскладывается Призма Видит Ли Саперник И Видит Он Прекрасно Вот И первое Дарки Пошли А тут Нету Лейера И спорок Нету Спорок Только Натураля Ой Ой Печан Печан А нет Вот она Спорка Доделается Дарки В итоге Входит В бой Вместе С квинами Квины Рубятся Квины Падают Вот Но есть Контроль Но 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 Ой Ой Спорка Спорка Бля Опасно Успел Успел В итоге Выгрузить Дарков 8 штук Робов Минус И Реколом Уходят Дарки Ни один Дарк Не пострадал А нет Один Все таки Пострадал К сожалению Был загринен Там За пятку Укусили Укусили Успел На атомы Расщепиться Там Собачка Не пару Атомов Проглотила Которые Были Важны Для Женедеятельности Функционировали Тут Заблудшие Моркула Храняет Третью Базу Будет Скиден Сейчас На халяву Абсолют Сталкер Выходит Выпускает Дарков Которые Пойдут Омстить Пытаться Вот Неужели Моркул Спасется Если Есть Баталейка На Чуть Чуть Не дошел Буквально До Хилки Но Последние ФП Загрызли Тоже Такие Абсолютно Потери Не нужны Что ж Подел Неплохой Урон На самом деле Был Нанесен Были убиты Королевы Был убито 8 дронов Привет А я тут Забахлил К сожалению Отключил Сцену Случайно Туда Ну Я просто Хотел График Кану Канадис Надо Как Отбивается Нормально Какой Третий Баз Тоже Третий Баз Здесь Уже Вышел Что у вас по юнитам в итоге 51 на 63 Курабар Передезерк В принципе Логично Четвертый база Пока что нет Довольно Познан Оставится До сих пор На лейгер Добавляется Газа От зерга В столбе У нас добавляет Еще Дитов Цедитов Пока не так Много 7 штук Морталы Есть Арконты Есть Готовься К Выходу С перспективы В общем-то Здесь Скай Я думаю Как всегда Стандарт Ничего особо Не поменялось Даже после патч Тут Беллинги Доделать И Шпайр Будет Оставляться Без Гидролистов И возможных Люкеров Именно Шпайр У нас Выбирает Сейчас Совет Возможно Это Именно Пик Под Эту Карту Раз уж Он сам Ее Выбрал Довольно Необычный Для Зерга Будет Лизон Сейчас От Фотал Боя Мы узнаем Нужно Выходить Поджимать Саравайгеры Здесь Раучер В целом Неплохое Войско Но Поколбай Тоже Войско Неплохо Довольно Всего Лишь На 10 Лимита Меньше Напоминаю Что Этот Лимит Очень Можно Быстро Восстановить Нет Покатушку Бэйдов И Саммербэйнов Пока Не особо Много В Перспективе Но И Нет Здесь Форсфилд Сейчас Будет Довар Довольно Приличный Есть Нескоснтрил Чем-то Газа Да Вот Мы Бэйны Пошли Зилков Просто Массовый Лап И Такой Знаешь Просто Такая Грубая Сила В стиле Алекса Вот У нас И Выходит Ох Начинает Замес До готовности Бэйлингов Хорошо Сейчас Вошли Зилаты Хорошо Танканули Хотя Мне кажется Что танковать В эту ситуацию Должны были Все-таки Архонты Но Тут еще Один Довар Пойдет И Просто В замесе Зилаты Врываются Имморталы Живые Сносят Раучи Сейчас Неплохо Достаточно Даже Какой-то Контроль От Байлов Зазвался Сейчас Соперник Неплохо Довольно Минеральная Линия Но Тут Уже Врываются Схожи Тархонов И Зилаты Просто Все Разрывают Ламину Здесь Призма Жива Делается Очередой Довар Пьета GG Счет Становится 4-2 Пау Ну что ж Поздравляем команду 7x с победы В этом клан Варе Довольно Важным Кстати сказать Турнирную Чуть Точке Зрения Что позволяет Нам удержаться На первом Месте Отдельная Благодарность Фатал Боя Который Пришел И просто Положил На лопатки Этого Зерга Здесь Сюда Забрал Его Не будем шутить Прозабранная Очков Копилку Ну ладно Вот Огромное спасибо Ребят Всем тем Кто Сегодня Здесь Участвовал Большое спасибо Рикунингу Как всегда Не подражаем 2-0 Принес Он победу Нашей команде Большое спасибо Карма Прайму За участие Хоть он и Уступил 0-2 Но там был Довольно Сильный соперник И в целом Вот То что он Сегодня Не сумел Сыграть Когда Остальные Ребята К сожалению Не смогли Это Достойно Достойно Уважения И Фаталбой У нас В итоге Последним Сетом Все-таки Пришел С работы И Показал Хорошее ПВЗ Завершив Этот клан Варс С счетом 2-0 И Общим Счетом 4-2 С чем Мы Всех Нас И поздравляем Ну что ж У нас Сегодня Порядка 12 Зрителей Был На трансляции Большой Респект Вам Ребят Всем Кто Заглядывает Не только На Атекен Но и На Старкрафт За комментариями Семикс Зератула И нашей Команды Сирникс Ну что ж На этом Пора Прощаться До Следующей До следующей Трансляции Играйте В Старкрафт И помните Что он Форево До новых встреч Пока Ребята 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 Ребята